Ребят, всем привет! Сегодня в этом видео мы с вами наконец-таки поговорим про тему, которая, наверное, не заслуживает, по мнению многих, большого количества просмотров, потому что это далеко не топ-красовок и чего-то еще, но это все-таки так или иначе-то тема, которой мы постоянно с вами касаемся. Это экологичность, одно из самых главных направлений и векторов развития в модной индустрии в последнее время, потому что, я думаю, не раз многие слышали про отказ от меха, про переработку чего-либо, про новые эко-материалы и так далее. В моде действительно сейчас индивидуальность и экологичность, осознанность, и она как никогда стала актуальна после пандемии и после многих других событий, которые с вами происходят. Мне просто не хочется говорить там про Камчатку и про что-то еще, но я думаю, вы понимаете, о чем речь, да? События происходят миллион на одно, и мы с вами начинаем все больше и больше задумываться об экологии, о том, как нам с вами уберечь нашу с вами природу. И об этом думают не только мы, потребители, об этом думают также бренды, и в этом как раз-таки мало кто осведомлен, в чем отличается, например, та же самая экологичность. Вот мы все просто называем одним словом экологичность, но есть еще такие модные слова, как устойчивость, либо этичность, и мало кто про них слышал, но периодически они где-то мелькают, и люди даже не понимают, чем они отличаются. Этому-то видео, наверное, будет посвящено, чтобы вы понимали общие различия, понимали, куда мода движется, на что стоит обратить внимание, и вообще, самое главное, что требуется от вас, чтобы вы сделали этот мир лучше. Стоит ли вам как раз-таки стремиться к этой этичности, устойчивости и экологичности, или вам стоит лучше предпринять другие шаги? Но начать это видео я хочу, наверное, я его, конечно, уже начал миллион один лет назад, когда говорил длинную речь, но вообще, конечно же, нужно упомянуть, что на меня надето. На меня неспроста сегодня надето это худи, это бренд Awesome Changes, это бренд из Уфы, наш с вами бренд СНГ. Привет, очень-очень люблю различные российские бренды, молодые, юные, которые стараются что-то делают, и, в общем-то, честно говоря, я в данном случае просто вот что хочу сказать. Это худи я здесь, именно на это видео наделал неспроста. Причина в том, что мы будем говорить сегодня про устойчивость, про как раз-таки то, что нам с вами нужно покупать те вещи, которые у нас с вами будут долгое время, а не чисто сезонные новинки. И вот это вот худи у меня от этих ребят есть еще из их чуть ли не первой коллекции, и я его ношу. Ношу до сих пор, безумно люблю, ношу его на работу, ношу его на различные доп-съемки, ношу его много на какие-то проекты и просто в жизни. Потому что идеальная посадка, очень круто выглядит и, на удивление, для меня, честно говоря, очень качественная. Вот, и эта модель меня никак не разочаровала, у нее еще круче фитинг, потому что она еще большим овером идет. В общем-то, то, что я люблю, очень хочу. Такая new balenciaga за бюджетные деньги. Около 4 тысяч стоит худи, и, к слову, я вот там оставлю в описании одну историю про скидку от меня по моему промокоду на 10%. Она некоторое время будет работать. Советую вам воспользоваться, потому что я безумно доволен этой вещью. И это то худи, которое у меня заменило все черные брендовые худи. То есть я больше их не покупаю, потому что у меня есть худи от Asom Change. Ну, правда, это вот уже без преувеличения, это не шутка. Теперь давайте по факту поговорим уже про экологичность, да. Как я сказал, у нас в своем месте экологичность, устойчивость, этичность. И, не знаю даже, давайте, наверное, начнем с экологичности, потому что это первое, о чем все говорят. Это самое простое слово, но в то же время многие считают то, что это одно из самых-самых трудных понятий по его восприятию. Я бы, конечно, с этим не согласился, потому что для меня устойчивость будет гораздо сложнее, и об этом мы поговорим чуть позже. И мне бы не хотелось здесь с вами входить в демагогию и очень-очень-очень углубляться, потому что зачем нам это нужно? Мы, в первую очередь, должны не разглагольствовать, а какие-то действия предпринимать. А для этого достаточно просто иметь, в данном случае, чуть более, чем поверхностного понимания. Чуть-чуть вглубь копнуть, но очень глубоко, я думаю, это вам не нужно. К чему? Экологичность, если кратко, то одно из этих направлений в модной индустрии, если мы говорим про модную индустрию, где в приоритете, конечно же, борьба за экологию, внедрение различных новых экологичных тканей по типу органического хлопка, по типу тканей, которые будут перерабатываться и так далее. То есть, в первую очередь, экологичность, она следит исключительно за экологией, за тем, чтобы, ну, в общем, все на самом деле из названия у нас с вами и идет. Какие бренды у нас с вами подходят под это? Я миллион один пример здесь веду. В первую очередь, в голову попадает Стала Маккартни. Стала Маккартни вообще у нас будет попадать под все виды, под все виды вот этих вот модных направлений, потому что Стала Маккартни, она в 2001 году начала, она сдала этот некий тренд. И молодец. Это было сложно, это было дорогостоящее. И, знаете, было сложно сделать бренд, который делает не кожные изделия, а изделия из кожзама. Из кожзама, который легко перерабатывается, а не из дешевого дермантина, да, как говорится. Она большая молодец. И за ней со временем, не со скорым временем, очень долго это шло, тоже самый журнал Vogue, мы поговорим об этом чуть позже не раз, хайл все эти направления, да, Стала Маккартни смогла. И многие бренды, многие бренды смогли, они перешли на органик хлопок и так далее. Например, в магазине Zara даже, это масс-маркет, есть направление по типу, я напишу, как оно называется, где используются исключительно вот какие-то органические такие материалы, максимально не вредящие экологии, да. А также к экологичности, да, в брендах у нас с вами относятся уменьшение этого самого углеродного следа. Что это такое, вдаваться в подробности, я думаю, мы тоже сегодня с вами не будем. Это очень долгая тема, но по большей части, если кратко, да, то во время производства, либо во время проведения показа, так или иначе, стараются определенные ресурсы. И вот эти ресурсы, они должны покрываться, которые у нас с вами вырабатывались во вред экологии, они должны покрываться, покрываться иным, да. Из-за этим следят сейчас огромное количество брендов по типу Харренд Престона, например, что для многих удивительно, хайповый бренд, но он очень сильно борется как раз-таки за свой углеродный след. Для тех, кто хочет больших подробностей, я, конечно же, здесь это буду все описывать, добавлять вам дополнительную информацию, а те, кто хочет почитать, читайте однозначно. Но нагружать все-таки многих, я думаю, не стоит. Просто поймите то, что есть вот экологичное направление, да. Следующее у нас с вами идет этичное направление. Этичное направление, ну, я думаю, название, те, кто понимает, что такое этика, этичность, они понимают, о чем будет у нас с вами идти речь. Это об отношении к кому-либо, чему-либо. Повыдь счастья к кому-либо. Все-таки этичность, да, это к одушевленному. Этичность, ну, во-первых, это отказ от любых животных, материалов. Но есть исключения об этом чуть позже. Ну, смотрите, по этичности, я думаю, миллион один примеров можно будет привести по поводу того, как бренды отказывались от меха. Почему они отказывались от меха? Ну, потому что, потому что от них этого просили. И как раз-таки здесь я уже приведу тот пример звук. Была легендарная некая фотосессия, где Анна Винтур просто чуть ли не факт показывала и говорила то, что I love you, я люблю мех, я буду носить. В то время, когда просто огромное количество людей, которые топили за этичность в моде, они обливали эти вот самые меховые шубы краской. Их считали извергами. Но они добились своего. Теперь-то новый тренд в моде некая замена шубам, искусственной шубы. И здесь как раз-таки идет вот та самая борьба. Когда люди говорят, ну это же во многом не экологично, они перерабатываются и бла-бла-бла. И вот здесь есть то самое разделение, понимаете? Искусственные шубы это круто. Очень круто в плане этичности. Вы действительно не убиваете животных, вы с ними ничего не делаете, и у вас появляется шуба. Но в плане экологичности это плохо. Почти всегда, если эта шуба не произведена из таких материалов, которые будут идеально перерабатываться, и которые будут нести за собой минимальный углеродный след. Понимаете, к чему я? Для этого есть эти самые разделения. И их очень сложно совместить. Почти невозможно. Их идеально совмещать исключительно, наверное, из таких известных брендов действительно стала Маккартни. Потому что она вкладывает огромные деньги для того, чтобы разрабатывать те самые материалы, которые будут искусственными, но в то же время они будут экологичными. Это сложно, это дорого, а многие хотят просто запрыгнуть в тережку хайпа, моды, экологичности. Но так или иначе, приходится выбирать либо этичность, либо экологичность. Да, отказываясь от меха и предоставляя клиентам выбор в пользу искусственного меха, зачастую бренды предоставляют вариант неэкологичности совершенно, от слова совсем. Я думаю, вы это понимаете. Но помимо этого, этичность, она известна не только этим. Этичность известна также своей любовью к людям, находящимся на производстве. Это как раз-таки отличает ее от экологичности. Экологичность, она смотрит в первую очередь на вред экологии. Ну вот, три вот там человека трудятся где-то там, но неважно, особо в каких условиях, если это не вредит экологии, это не особо идет противопоставление к экологичному мышлению в мире моды. А вот к иричному очень сильно вредит. Этичное, оно против патагонного производства. Я думаю, все знают про случай того, когда фабрика обрушилась, и про это был отдельный даже фильм. Цена мира моды, если я не ошибаюсь, он так называется. Конечно же, я все буду прописывать дополнительно для вас. И это как раз-таки история про этичность. История про то, что многие люди выступают против того, чтобы другие люди работали за копейки, работали на дешевых фабриках, на которых никак не соблюдены условия труда, на которых все крайне плохо. То есть, когда к человеку относятся плохо, неэтично. Это неэтичный бренд. Но, если он использует органический хлопок, органические материалы, и эта фабрика, ну, например, она очень маленькая, и ее углеродный след минимальный, она может быть экологичной, но она будет неэтичной. Понимаете? А вот дальше самое сложное, как мне кажется, для восприятия у многих, это устойчивость. Устойчивая мода сложна, как минимум, тем, что ее цель – это не борьба за экологию, не борьба за любовь к животным и людям. Ее цель – это изменить формат потребления. То есть, экологичность, она так или иначе давит на покупки. Просто вы заменяете материал. Она не говорит «покупайте меньше», она говорит «покупайте органик». Она говорит «покупайте то, что произвело меньше вреда». Но покупайте дальше, потому что это будет переработано далее, далее, далее. Этичность. Этичность работает по той же схеме. Просто мы не вредили животным, мы не вредили людям, следовательно, покупайте еще больше. Понятно. Устойчивость работает по формату «покупайте меньше», «покупайте лучше» и знайте, у кого вы покупаете. У устойчивости самое главное является ее прозрачность. Вы понимаете, где произведено, как произведено, из чего произведено, и вы делаете дальше выбор. И следующее, что для устойчивости очень важно – это переработка. Поэтому в нее запросто могут входить и этичные бренды, и экологичные бренды, если их материалы будут легко перерабатываться, либо будут организованы, например, какие-то форматы по типу повторного использования этих вещей. Но, например, даже если вы покупаете не органик вещи, то вы близки к устойчивости. Если вы эти органик вещи, после того, как они изнашиваются, придумываете им какую-то вторую жизнь, либо вы придумываете, кому их отдать, либо вы их отдаете на переработку, которую возможно. Таким образом, вы переходите в некий устойчивый фэшн-мир. Если вы покупаете вещь из органик хлопка, из Zara, либо это будет, например, стола Маккартни, но у вас валяется миллион на один лет, и она у вас пылится, то вы не входите в устойчивость, потому что вещь не перерабатывается дальше, она залеживается, и, по сути, ну, это тот же самый мусор, против которого стола выступает. А в дальнейшем вдруг вы эту сумку потеряете, выбросите, либо что-то с ней произойдет. Это идет против устойчивого употребления. Устойчивое употребление – это, в первую очередь, конечно же, круговорот вещей. Экологичность и этичность – это про другое. Устойчивость – это, запомните, это круговорот, это прозрачность полноценная, и, в общем-то, это самое главное, что вам нужно понять, и, в общем-то, все вот эти вот отличия устойчивости, этичности и экологичности. Они очень разные, но в то же время они про одно. И вот вы у меня спросите, Жень, а можно ли это все совместить в одном бренде? В сноске я уже вам показывал про истории Versace, Gucci, Patagonia. Patagonia вообще очень интересная история про как раз экологичность, устойчивость, этичность, да? Но мы с вами почти всегда говорим про хай-фэшн, про люкс Стелла Маккартни. Ребят, Стелла Маккартни – это нечто. Я не знаю, как она с 2001 года со своей позиции смогла выжить. 2001 год исторически – это история, а не про это. Fashion history и прочее, да, я вам буду про это говорить подробнее. Внимательно следите за моим каналом, за всем, потому что очень у нас с вами будет много интересного про модную историю, но Стелла Маккартни – 2001 год. Это время гламура. Это время того, когда Пэрис Хилтон появлялась, везде мелькал, и у него было миллион одно шоу. Конечно, мы знаем уже реальную историю Пэрис Хилтон, но тогда тот самый образ – розовый гламур, заниженная талия, миллиона один понт друг на друге. Шоу на MTV в стиле Sweet Sixteen – это экстра потребление. Это экстра потребление, максимальный хайп больше, чем сейчас, поверьте. Сейчас вы хайпуетесь исключительно там брендом, логотипом. Тогда люди гонялись не только за этим. Они гонялись за крокодилей кожей, они гонялись за дорогущим мехом. Им нужно было все это. Не важно, какой ценой. В этом и есть огромное различие того, что мы с вами видим сейчас и что мы с вами имеем. Здесь удивительно, что Сэлла Маккарт не выжила в то время, когда, по сути, она была не понята. В то время, когда люди, которые считали устойчивость, этичность и экологичность, они были безумцами, они обливали людей, и модный мир их ненавидел. Но Сэлла Маккарт не выжила, и сейчас она, ну, как некий прародитель вот этого самого всего. Советую вам обратить на нее внимание. Вещи дорогие, но действительно, я когда сам их касаюсь, смотрю и трогаю, я чувствую какое-то нереальное качество и не верю в то, что это может быть заменитель настоящих материалов. Но это так. А вот вывод этого видео, не то, чтобы вы поняли, да, что это, как это, а это вы, может быть, забудете. Главное не это. Главное то, как мы с вами можем помочь. Ну, во-первых, не нужно вестись на то, что вещь экологичная, не экологичная. Это, конечно, модно, да, я понимаю. Но к чему вам это нужно, если эта вещь вам не нужна? Ну, вот смотрите, вещь из Zara, какая-то из органик хлопка, из вот этой вот линейки их, либо там в H&M есть такие линейки, неважно, она бюджетная, вы думаете, блин, у нас органика, лучше возьму ее вместо той футболки. Да, она чуть похуже не того фасона, но я возьму ее. Не берите. Берите ту футболку, которая вам нравится, потому что в устойчивом мире она вам прослужит больше, и вы ее отдадите в переработку. То есть она жизненного цикла отработает больше. И, следовательно, материалы, которые на нее потрачены, были потрачены не зря, в отличие от той футболки, которую вы наденете реже, но она будет эко. Никогда не ведитесь на эко из-за того, что это эко, если вам эта вещь не нужна. Покупайте меньше в пользу лучшего. Это очень важное понятие в нынешнем моде. И это, наверное, самая главная мысль, которую я бы, если честно, хотел до вас донести. Просто смотрите, выискивайте исключительно то, что вам нравится, покупайте это и носите. Ну и второй вывод, это научитесь действительно стилизовать и работать с теми вещами, которые у вас есть, и правильно подбирать свой гардероб. Для этого у вас есть с миллионом одного видео, и я думаю, если вы их посмотрите, действительно осознаете, будете внимательно за всем следить, что происходит, то у вас никаких проблем никогда не будет. Вы будете покупать то, что вам нужно, то, что будет отлично работать в вашем гардеробе. В таком случае, вам не нужно будет постоянно заменять вещи и искать новую эко-новинку. Она вам не нужна. Эко-новинки загрязняют нашу природу ровно столько же, как и обычные вещи, и даже больше, если вы их носите очень редко, и вы это должны понять, потому что мы с вами уже разобрались про этичность, это очень круто, зверушек вы не трогаете. И, кстати, я правку забыл внести. Этичность, этичность рознь. Животных трогать в этичности можно, при условии того, что этичным образом с них будет собрана эта шерсть. То есть, без умерщвления, без каких-либо уколов и так далее. Если они это не будут чувствовать, ну, например, как вот вы идете, вам сделали стрижку и из ваших волос что-то сделали. Вот если животным сделали так же, замечательно. Но если с ним что-то произошло, вообще что-то, это неэтично. К нему должны относиться как к человеку. Кормить, любить, заботиться, и умирать оно должно своей смертью. Тогда это будет этичная ферма по добыванию. Ну, я не знаю, что можно особо добыть. Ну, овчину так добывают, правда. Вещи из овчины, они могут быть этичными. Мех крайне редко. Поэтому от него почти все отказываются. Но, как я сказал, в таком случае, зачастую мех бюджетный, недорогой, он будет неэкологичен. Поэтому выбирайте свою сторону. Может быть, вам ни то, ни другое не нужно, а вам нужен пуховик, а не нужно красоваться шубой. Поймите, на чьей вы стороне, но если вы все-таки хотите именно шубу, а не пуховик, ну вот вы же хотите шубу. Зачем этот пуховик? Вы его купите, вы все равно купите шубу через сезон. Но у вас будет пуховик, который будет никому не нужен, вы его дадите, он как раз таки усажнит эту жизнь. И шуба, которую вы так не хотели, потому что это было не модно. Мысль ясна? Я надеюсь, да. На этом это видео подошло к концу. Надеюсь, он был для вас полезен и интересен. Ну и, в общем-то, все. Давайте, ребят, всем пока.